Глава тридцать четвертая Книги пророка Иеремии Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев. И пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, сидекие, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе. Ты не умрешь от меча. Ты умрешь в мире. И как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя. Увы, Государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия пророк все слова сии пересказал сидекие, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лохиса и Озеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господник Иеремия от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так, говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца. Отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным. Исидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки враговых и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. «Вот я дам повеление, — говорит Господь, — и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города иудеи сделаю пустынею необитаемой». Редактор субтитров А.Семкин